Действительно, в это верится с трудом. Сейчас разгар дня, но пробки на Орджоникидзе нет. Хотя рабочие до конца еще отсюда не уехали. Это место недобрым словом вспоминают почти все жители Заводского. Когда энергетики начали работы, в Саратове была еще жара. Сначала у местных жителей отключили горячую воду, а затем лишили возможности свободы передвигаться по району на транспорте. Тормозят энергетики и подрядчики. Такой перенос сроков, он уже, ну не то, что там, он, у меня кроме матерных слов, извините за выражение, я их не буду произносить, я их не буду произносить в эфире, да. Дорогу для движения транспорта на Орджоникидзе перекрывали несколько раз. Водителям приходилось ездить по Новоастраханскому шоссе, и многочисленные пробки стали обычным явлением. А в часы пик многие люди были вынуждены идти пешком. Будем объезжать, ну как-то деваться некуда. Отвратительно. По три часа каждый день домой добираемся. Надеемся, то есть. Да вот все надеются, что завтра будет легче. В конце прошлой недели, по словам энергетиков, ремонт вышел на финишную прямую. Дорогу перекрыли снова, якобы уже в последний раз. Обещали полностью закончить ремонт теплотрассы и восстановить дорожное полотно, в том числе и тротуар. Сначала покончить с работами планировали 4 ноября, затем 7-го, ну а после чего сроки сдвигали почти каждые сутки. В минувшие выходные на Орджоникидзе приехал глава администрации Саратова Александр Буренин. Его увиденное буквально повергло в шок. Очередное обещание подрядчики так и не сдержали. Я вам помогаю, ребят, мы не обязаны дорогу чистить за грязь, а наши чистят, а дорожники, которые асфальт ложат, непонятно как, сидят, курят. Я этого не понимаю. Я этого просто не понимаю. Я ведь могу сейчас отсюда уйти и не принять у вас эту дорогу. И трахайтесь как хотите с этой дорогой сами. Сейчас движение по Орджоникидзе идет по обеим полосам. Пробок нет, но рабочие заканчивают укладывать дорожное полотно на тротуарах. Вот они за моей спиной. Избавить от неудобств теперь уже пешеходов должны к сегодняшнему вечеру. По крайней мере, так обещают. Продолжение следует...